Интересными новостями балует Южная Африка. Здесь студент местного учебного заведения в течение года ежедневно посещал рестораны быстрого питания KFC, прикидываясь проверяющим и получая бесплатные обеды, сообщает India Today. Самозванец всегда был одет в строгий костюм, чтобы не вызывать подозрений, а также имел при себе фальшивое удостоверение. Понятно, что теперь, когда все вскрылось, у него будут проблемы с судом. Но будут ли проблемы со здоровьем? Еще вопрос. Новость, которая про африканского студента не говорит, питался ли он где-то еще, кроме KFC. То есть он регулярно раз день, получается, приходил в KFC, притворяясь проверяющим, ел там и уходил по своим делам. То есть чисто теоретически он мог завтрак где-то в другом месте, или ужинать, или обедать. Ничего такого страшного даже в течение года. Можно, собственно говоря, и больше питаться пищей только оттуда. Да и, естественно, она со временем начнет раздражать, и просто ее любой человек разлюбит, даже если любил. В связи с этим не грех вспомнить, как совсем недавно депутат Государственной Думы Виталий Милонов предлагал запретить продажу продукции, содержащей трансжиры. Буквально на днях на это предложение ответил заместитель главы Минпромторга Алексей Беспрозванных, сообщив, что поэтапное снижение уровня трансжиров до 2% от общего содержания жира в продуктах уже предусмотрено в регламенте Таможенного Союза. Образование трансжиров это естественный продукт, ну то есть это все равно, что запретить закон тяготения, запретить там ряд других физических, химических законов. Трансжиры, они образуются естественным путем. Камиль Гемоздинов, Леонард Валитяров, Универньюз.